привет дорогой друг добро пожаловать на мой канал я лизун там зона мы продолжаем играть харайз вместе с элой и мы идем прямо внутрь прямо внутрь до предела мастер смотреть что у них тут происходит суть и будут еще люди я не помню что у вас здесь происходит видимо да видимо будут подержит что-то это сосуд сосуд что у вас там полос там ящик с припасов еще один выясните что взорвалось господи как неожиданно началась заставка ооооо это да я забыла про этого пацана ой ой ща мы с тобой в это сам это истребитель это я уже знаю я уже знаю истребитель да мы сейчас поиграем товарищи мы сейчас так развлечемся что от илой и вообще ничего не останется ну или от него конечно это вопрос это вопрос интересный так с кого мы начнем с тебя ой и конечно молодец я щас сдохну ты чё делаешь ты куда бежишь не надо стоять на месте он перегретый он перегретый вот туда да и уйди ты умри охренеть а почему у него полу жизни осталось я забыла я совсем забыла сейчас секунду боеприпасы кончились боже еще какой-то чел в меня стреляет я знаю подождите яхо я давно хотела секунду вот я хотела высокий очень сложный сверхсложный давайте хотя бы на одну если что потом я реально забыла я его я я поняла че в чем проблема я поняла в чем проблема это не факт может быть и не бетонца офигеть я так быстро вышатала этого хочу случилось то он просто умер быстрее чем у того парня был визы надо глянуть что-то там не смог забрать спираль огня ладно оставь себе офигеть я думаю я сейчас тут останусь на века я думал а он сам помер у него почему-то почему у него пол жизни то ушло куда-то может еще на один уровень поднять сущность жива неприемлема неприемлема ой что это такое было это было а и а и бежи официально о таинственный не знакомит ты это видел молчишь да ну ну я уже ничего не по я что я должна сделать в эту башню ладно пошли попробую тут протиснуть давай протиснуть 6 я реально про не прошло и 30 секунд как он умер он он хуже чем рыскарь что такое было это просто нас извините средний уровень сложности там как будто минус я не знаю генетический профиль подтвержден он разрешен здравствуйте доктор субы проходите а как бы они прошли туда и без нее то вот они пытались туда пробиться да и аид ну не дает по я знаю почему хочет ее шатать но ладно густой лес здесь сложно целиться что на 355 тысяч пятьсот десять дней опаздывайте на встречу с мистером пара поднимите стоп 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 триста пятьдесят тысяч это же сотни лет что за дела дела непонятные это многофазовые запутанные колебательные сигналы квантовое шифрование черный кварц нам нужно найти лазейку загрузи пакет обновлений и реши проблему ты же сам нам сказал тэд в коде не должно быть никаких бэкдоров все протоколы по стандарту черный кварц твои слова слушай если нужно набросать прогноз это мы можем сделать да не нужны мне прогнозы мне нужно кровь из носу восстановить контроль над роемхард стимор что тебе сказать это невозможно коды у них были какие-то коды чтобы управлять машинами но они потеряли контроль нехорошо плохо элой ты ты права все плохо так там ничего спасибо что они оставили для меня о боже о боже ну все это беда это беда сейчас секундочку извините все продолжаем я это я я все запачкала я все запачкала своими ручками блин все клавиатур почти запачкала чуть-чуть одной кнопочки чуть-чуть другой кнопочки так куда тут ничего нет что ли тут ничего нет ух ты ух ты с он ух ты ух ты я это больше чем целое племя значит они создавали машины и устройство видимо тогда это было в порядке вещей так журнал приемный 7 июля 2004 года 9 54 прибыла делегация индонезийско-малайзийско василь сельскохозяйственного кабинета во главе с полевым командующим да и нам в 10-15 состоится презентация линейки колесница перед презентацией будут под напитки закуски как и было предписано только вегетарианские блюда 1007 сандер и не у вице-президент по территориальной целости с компании fresh ground кофе global прибыл с сопровождением здесь 3 состоится презентация линейки колесница переписаться будут под напитки как и было предписано кофе будет приготовленной смеси такома без использования искусственных сливок 12 10 10 12 в общем случилось происшествие я вызвала охрану и уборщиков тут правильного кофе точнее раскидали я не знала что индонезийской и малайзийский комбинат выращивает копейные зерна зерна и что fresh ground пытались присвоить себе их поля причем неоднократно кажется командующий дайн даже успела и не у за волосы таскать кто вообще расписание встреч составлял я нашу жалобу водил продаж такое не должно повториться да кстати вот истребитель излеченность под земли древняя оружейная платформа обладающей огромной боевой мощью подвержен по подвержена перегреву ладно так тут все послушали тут все посмотрели а на то может нажать а это просто повторяет ладно не повторяй что это за место что они здесь делали сейчас мы что-то говорить была корпорация группа людей что-то вроде племени они создавали машины продолжай я загрузил файлов они помогут тебе во всем разобраться давай так нет не туда сюда любя о боже мой элизабет сопок дата рождения 11 марта 22 2020 года между прочим ей 4 готика уж американские ученые робототехника инженеры и считают одним из наиболее высоко даю выдающихся умов 21 века особо к родилась и выросла в пригороде карсон сити штат невада возрасте на слезы она поступила в стэнфордский университет уже в 16 получила степень бакалавра в области экспериментальной физики и компьютерных технологий сороковом она начал старт диссертацию на тему робототехника и дизайн искусственных искусственных интеллектов в институте карнеги мелан и в том же году устроилась на работу в компанию автоматизированной системы фара начав с должности младшего научного сотрудника собин собак уже к 22 годам стал научным руководителем на протяжении следующих восьми лет она вела разработки в области зеленой робототехники эти проекты сыграли ключевую роль при устранении последствий экологических факт катастроф в период так называемого восстания благодаря этим зрением компания асф завоевала лидирующую позицию на рынке в сорок восьмом собак неожиданно уволилась из асф протестуя против переориентации компании разработку автоматизированных боевых платформ сорок девятом она основала фирму мириам технологис которая заняла создание мирных роботов и разработкой сопряженных технологий за минувшие годы мириам заняла позицию одной из ведущих мировых поставщиков зеленых роботов заявав многочисленные премии и награды том числе нобелевскую премию 53 года по физике и премию рэйчел карсон в 56 году за достижения в области экологии экологической эффективности так тет фара тет фара теодор тет фарда тоже из рождения 4 4 декабря 13 года американский предприниматель деловой магнат является основателем автоматизированных систем фара асф а я поняла крупнейшей компании за всю мировую историю а также самым богатым человеком в мире и первый в истории триллионером родился и вырос салт-лейк-сити штат юта проучился два года в бизнес-школе калифорнийского университета в лос-анджелесе в тридцать этим году бросил учебу и основал собственную компанию фара и буду называть его фара ладно потому что это асф очень сложно фара на первых парах ее доля новинки была невелика однако в конце беспокойных тридцатых годов компания компании удалось совершить прорыв создав популярной серии в серии персональных ассистентов и роботов-охранников а настоящий успех пришел к фара в сороковых благодаря знаменитой линейки зеленых роботов которые внесли наиболее вклад в дело восстановления и помогли разрешить климатический кризис под конец десятилетия фара открыла подразделение оборотных разработок в 53 году стала крупнейшим мире предвиделем автоматизированных боевых платформ на сегодняшний день мистер фара является самым известным мире бизнесменом одним из самых востребованных докладчиков на деле контере на деловых конференциях влиятельные фигуры вопросах политики культуры и международных отношений так история фара американская тратра транс национальная корпорация она производит роботов на все случаи жизни на основном но основным источником прибыли на нее служат контракты на поставку военного опору оборудования по данным на 63 год фара уже десятый год продать занимает первое место в богатой пятерки по суммарному доходу от продаж что является мировым рекордом компания была основана в тридцать третьем году теодором тэдом фара предпринимателем из salt lake city штат юта на стадии становления фара разработала несколько перспективных прототипов роботов но не смогла завоевать существенную долю на рынке где-то на тот момент доминировал такие гиганты как дженерал дженерал синтекс и рекорб рекорд ситуация изменилась в тридцать восьмом году после релиза линейки персональных ассистентов альфред наверное она левитационном двигателе продукт имел огромные спроса благодаря ему фара впервые сумела пробиться в список 50 50 богатейших компаний мира в сороковых доходы компании веще из втрое благодаря разработкам области экологических технологий которые вела прославленный инженер элизабет собак и фара заняла лидирующую позицию своем секторе рынка сорок девятом году в свете успешной деятельности по ощущению проще среды и восстановлению благовыриятных климатических условий на планете мировой рейтинг одобрения фара превысил 90 процентов основателя компании тогда фара в сми и социальных сетях стали называть человеком который спас мир ну почти но по-настоящему оторваться от конкурентов и довести суммарную и ночную стоимость компании драконной отметки в 23 триллиона долларов фара смогла пустой как в конце сороковых занялась выполнением оборонных заказов 55 к 55 году фара контролировала 51 81 процент рынка автоматизированных военных платформ на ее доле приходилось 353 контракта с разными странами транс правительственными организациями и корпоративными структурами на сегодняшний день фара на 321 процент опережает вторую по величине корпорацию в мире fb моби хол глобал по размеру активов молодец какой определение корпорации юридически оформленная у меня за вопрос такой возникшего корпорация ну ладно спасибо юридически оформленные объединение людей обладающие правами обязательствами отлить отличными от тех которыми обладают входящие в него члены как правило владельцами корпорации являются держатели акций распределенных или приобретенных которые получают прибыль от такого владения коллективно принимают решение об управлении назначают должностных лиц корпорации осуществляют деятельности в одной или нескольких отраслях до производя товары и оказание услуги с целью извлечения прибыли и могут сами владеть корпорациями компаниями или имуществом качестве активов господи как сложно все все прочитала молодец я какая так там тупик туда мне надо значит я пойду туда так что-то почитать послушать я понимаю такая смена курса вызывает вопросы мы же автоматизированные системы фару мировой лидер в робототехнике изготовление управляемых машин и оружейных систем это же прошлый век все что я могу пока вам сказать перед нами открылась новая перспективное направление роста и нам потребуется организовать производство так что в течение 6 часов я жду от вас корректированные прогнозы по мощность на всех линиях так они создавали машины но потом передумали и стали делать разные виды оружия почему ради денег воздух ничем не пахнет даже гнилию это неестественно думаешь тут тоже зала но можно пролезть какая-то жалоба отправители джей фринкен адресат приемная тема на жалобу привет приемная если тебя так зовут и интересовалась кто догадался вызвать индонезийско-малайзийскую деликацию одновременно с fresh ground я так решил я старший вице-президент по продажам а знаешь почему после того как того маленького инцидента с выдиранием волос обе стороны предложили на 40 процентов больше первоначальной цены я объясняю тебе доступно чтобы твой секретарский у мишка сумел постичь смысл эти два две стороны воюют между собой а что мы продаем правильно мы продаем боевые машины нам выгодно чтобы они друг друга ненавидели что же они будут использовать для борьбы друг другом правильно боевые машины за которые они отвалят нам кучу денег так что давай-ка ты не будешь мешать мне выполнять мою работу твое дело а подавать кофе с оттутству с оттву с отсутствующей улыбкой думать о тебе не требуется прием при при чё премного благодаря мистер фриткин это она на интересный человечек ночью господи зачем это так страшно делать здесь можно будет забраться обратно наверх а так мне нужно сюда ой нет да вряд ли лой назад мне нужно вот сюда сюда хорошо сюда получилось получилось так между туда значит я пойду туда да блин почему мне читать то надо я сюда я столько пропустила вот это я точно где-то пропустила видимо журнала службы безопасности центра управления фара при приоритетное сообщение автоматическая запись журнале все старостепенные системы переведены в режим гибернации автоматически индицируем на полная блокировка вследствие возросшего числа увеличенных протестов безопасности трубов фара оказалась под угрозу поэтому вынуждены на неопределенный срок приостановить работу данного производственного административного комплекса сотрудники всех отделов будет последовательно проинструктированы касательно надлежащей процедуре архивирования и или утилизации данных и материалов по проектам перед выводом всех зон эксплуатации службы безопасности кризисная группа проведут итоговый осмотр всем сотрудникам блоков е и ф рассматривайте данную тревогу как учебную не пытайтесь открывать двери и или иным способ покинуть здание напоминанием служба безопасности ставит заботу о здоровье сотрудника превыше всего однако при прохождении индификации в обязанность сдать личное оружие дополнительно дороги общего пользования ведущих производственного комлюк закрыты с целью сократить время ожидания у внешних кордонов службы безопасности на всем сотрудникам что на территории комплекса не допускаются посрочные посторонние лица виду повышенной угрозы безопасности напоминаем всему персоналу вы обязаны пройти идентификацию и предъявить служебное удовлетворение по первому требованию в совете недавних террористических актов в свете направленных против системы общественного транспорта службы безопасности предлагает всем сотрудникам прибывшим извне услугу вооруженного сопротивления пользования данный слуг веса безопасно обязательно еще 48 сообщений так люди разозлились на фару на корпорацию они в чем-то обвиняли в чем-то очень плохом отправить этот фар адресат паула вассара тема религиозное собрание аула недавние события ставили об одном взглянуть на вещи я пришел к выводу что мы я лично и пара в целом не уделяем достаточно времени духовной стороне жизни я имею ввиду разумеется не какое-то конкретное религиозное учение а духовность в общем смысле мы не говорим о наших общих ценностях чечки чаяниях и представлениях о том что человека после смерти я прошу тебя связаться с религиозными лидерами всех конвей к конфессии организовать конференцию самое большое время как можно скорее далее повестки я обдумаю позже пока давай пустим пробный шар и посмотрим кто откликнется зови всех кто может те кто пользуется уважением в этих вопросах и никакие да и и давайте шиканем даем понять на расходы мы не по и мы не поскупимся так что у нас здесь такое интересное черночу насчет тыкнуть можно модель fsp5 хоппиш представляет собой универсальную боевую платформу метаматериалы обеспечивают идеальную амортизацию при стрельбе так что вы можете установить на него любой вид оружия в соответствии с бюджетом и боевой задачей патентованная система переработки биомассы увеличит рабочий цикл с минимальным ущербом для экологии многолинейная система обработки цели позволит одновременно проводить анализ угрозы и правовой анализ действий при автономном функционировании а при подключении к нейронной сети роя возможно и неограниченное применение силы короче меня ушла да ладно модель rbo 7 гор представьте себе полноценную боевую экосистему под управлением быстро обучающейся машинной сети если вам нужно восполнить потери или же укрепить текущий состав сил производственные мощности гора избавят вас от необходимости ждать следующей поставки вооружения просто скорректируйте параметры ударной группы и гор выполнит сборку дополнительных аппаратов которые вы сможете оплатить в индивидуальном порядке между тем системы переработки биомассы на прочих моделях линейки колесник позволяет им заправлять и ремонтировать гора за счет чего он способен функционировать дольше любой другой платформы класса титан вот преимущество гора он всегда в рабочем состоянии всегда на готове будущее автоматизированных уже наступила железный бес значит это тоже машины мне просто переслушивать тот то есть они могут делать новых как же тогда их остановить модель аэса 3 скоробей сочетает в себе обычное оружие и средства ведения информационной войны это высокоскоростной вестиходный аппарат самым высоким рейтингом выживаемости среди автономных агентов класса разведчик может дело в аварийной системе переработки биомассы благодаря которой скоробей всегда возвращается на базу даже в случае нехватки топлива или же в его способности подключать вражеских роботов к своей сети что повышает его боевые возможности прибавьте к этому манипулятор способный выполнять целый ряд функций и получите идеальный аппарат миротворческого контингента захватчик подключать вражеских роботов в своей сети кажется это про то как он заражает машины еще раз прислушаем потому что ну как бы не добавить фсп-5 хоппиш представляет собой универсальную боевую платформу метаматериалы обеспечивают идеальную амортизацию при стрельбе так что вы можете установить на него любой вид оружия в соответствии с бюджетом и боевой задачей патентованная система переработки биомассы увеличить рабочий цикл с минимальным ущербом для экологии многолинейная система обработки цели позволит одновременно проводить анализ угрозы и правовой анализ действий при автономном функционировании а при подключении к нейронной сети роля возможно и неограниченное применение силы короче если вам нужно задействовать крупный калибр ваш выбор хопишь блин я не наслышала всего пару слов вот уж действительно это путь наверх то что от него осталось ну ты то не растение какая забавная чем мы вниз прыгаем а слава богу боже давай то боже же она все-таки страшно все это делает я все думаю что она сейчас плане свалится с того что они начали несанкционированные боевые действия против роботов и человеческого персонала на энергокомбинате хард стимор я бы рад был сообщить вам что степень угрозы преувеличена но увы миротворцы не среагировали на коды отключения и по нашим данным они приступили к стремительному воспроизводству воспроизводству я могу заверить вас заверить со всей искренностью что я уже направил все имеющиеся у нас ресурсы на поиски скорейшего решения проблемы так что когда нас станут порицать нашу компанию в ближайшие дни может недели знайте мы это переживем все это забудется миротворцы так эти машины назывались их удел война аниме чушь поделаешь что чем она просто не может нормально вперед прыгнуть она просто внестигает она странная у меня и не на ресницах это грустно ты все вверх и вверх лезешь не замерзай не замерзай главное не засыпает вот этот не вернешься отсюда это игра вот не дает не туда зачем я там бежал на что мне нужно читать он что-то инцидент кого-то отправили стейси андерс адресат роберт рэшер тема видео с дельфинами боб у нас возникла очередная неприятная ситуация некий рыбак заснял на видео как гор из команды хардс тимор производит дозаправку с использованием модуля переработки биомассы это было в море банда у обережья витара и переработал он косяк дельфинов вполне возможно последних представителей исчезающего вида не хочу вдаваться в подробности но выглядело это так словно их засунули в блендер как будто робот решил приготовить себе большой розовый молочный коктейль из дельфинчиков ребята из отдела подавления заткнули 43 вещательные сети но клип ставят в эфир все кому не лень уже понятно что замолчать это дело не получится подготовленное нами заявление представляет чрезвычайно слабым есть предложение попахивает нешуточным скандалом стейси андерс вице-президент фара по связи с общественностью офигеть просто офигеть жесть какая спасибо очень приятно путь наверх было бы только за что ухватиться ну что ж я на месте нужно обязательно сюда обязательно надо залезть вот сюда в первую очередь иначе потом забуду там вот это все а тут лежит очень важная вещь прямо очень важная давайте в дивань то ты моя залезай залезай моя крошка вот она топливный элемент не надо с ним делать красота какая а что будем делать эту выкл пожалуйста а что тут насчет оправление времени суток недоступно спасибо я не знаю прикольно это или нет вот вот ладно давайте я сделаю ничего нету задействует привилегии чтобы восстановить удаленные данные ну да непременно элизабет рад тебе сколько лет а юристы где-то зачем я уже отозвал все 18 исков ну что ты убедилась хорошо я заинтригована может закажем сюда в обед ну я тебя знаю ты где-то напортачил по-крупному иначе не стал бы выплясывать на задних лапках давай выкладывай есть сбой у колесниц у роботов убийц у миротворцев да так отключи их да отключили бы если бы могли они не отвечают ты хочешь сказать тебя сбежал рой все еще хуже показывай данные ладно я пообедаю одна тэд фара пригласил сюда элизабет собак и они друг друга терпеть не могли еще один пайл восстановлен это не сбой это катастрофа я в курсе все плохо плохо боже лис плохо тэд нет это апокалипсис ты создал роботов убийц миротворцев они делают топлива из биомассы в экстренных случаях ты дал им способность к воспроизводству да подконтрольному и ограниченному уже нет сбой нарушил командную цепь теперь этот рой подчиняется я трой ты думаешь я все остальное для них пища и такими темпами они не оставят на земле ничего живого за 15 месяцев это не закат цивилизации это глобальное вымирание да понимаю я ничего не под контролем ты понимаешь о чем я пока все об этом не узнали лис я сделаю все что ты скажешь ну придумай что-нибудь и я согласен на все запомни свои слова тэд роботы фара угрожали всему живому но она их как-то победила мир предтечь пал но жизнь уцелела иначе нас бы здесь не было а последний восстановлен новый рассвет боже лис нет другого выхода был бы способ поизичнее я бы тебе сказала но это это я просил тебя найти лекарство оно будет гораздо хуже болезни нет тэд какое есть это наш последний шанс подписывай документ нет я не могу подписать ты можешь как лис я не могу подписать подобное у тебя есть выбор знаю значит так я сейчас лечу на базу командования роботами сша через 15 минут встречу с генералом хэрресом и командованием что ты с ума сошла так что выбирай что мне сказать им либо что богатейшая корпорация на планете готова финансировать строительство нового рассвета согласно моему проекту либо и они и вся планета сейчас узнает из-за кого на самом деле произошел этот сбой господи лис незачем мне угрожать молодец молодец не расстраивайся тэд ты ведь теперь будешь заниматься любимым делом платить другим чтобы они вкалывали за тебя я не хотел что было такого ужасного в ее плане коротых знаешь с цена это ерунда какая то Собык не могло быть моей матерью она жила давным давно Всё бестолку, я ничего не выяснила. И это твоя реакция на всё, что ты узнала? Хныкать, как капризный ребёнок? А ты попробуй мне то же самое в лицо сказать. Ну, хорошо. Неужели ты не осознаёшь монументально сделанного тобой открытия? Я ждал от тебя большего. Ну, лицо у тебя есть. А имя прилагается? Из всех вопросов, которые ты могла задать, ты выбираешь этот? Я потратил десятилетия, исследуя руины предтеч и пытаясь разгадать тайну их гибели. Долгие годы я подозревал, что их мир уничтожили роботы Фаро, но не знал наверняка. За минуты тебе удалось узнать больше, чем мне за всю жизнь. И что у тебя на уме? Моё имя? Сайленс. Вот моё имя. А теперь попробуй задать мне другой вопрос. Не такой тривиальный. Да, мы болтаем с тобой. Если ты такой умный, ты не понимаешь. Понятно. Что тебе понятно? Ну, ты не понимаешь. Ты знаешь, что мне пришлось вынести? Как тяжело мне было. Всю жизнь я не знала, кто я такая, откуда я взялась. А потом это затмение. Меня хотят убить, потому что я похожа на эту Элизабет. Да, и ещё они убили человека, который тебя вырастил. Я всё это уже знаю благодаря Визеру. Я к тому, что каждый раз, когда я продвигаюсь на шаг, ответы от меня ускользают. Ты не понимаешь. Не то, чтобы я не понимаю. Просто меня это не волнует. Если с каждым шагом ответы от тебя ускользают, то пора бежать побыстрее. Может, тогда ты наконец осознаешь весь масштаб своих проблем? Что ты пытаешься мне сказать? Ты искала правду о себе, а нашла целую гроздь тайн. У них общая нить. Твоя связь с Элизабет Собек. Но что это за связь? Она не могла быть моей матерью, раз жила сотни лет назад. Пока нам это неизвестно. Единственный способ узнать, идти дальше, делать новые открытия. Благодаря тебе мы узнали, что когда-то роботы Фара чуть не уничтожили всё живое. Но этого не случилось. Цивилизация Предтеч была уничтожена, но жизнь... жизнь уцелела. Очевидно. Итак, что же она сделала? Как она остановила роботов, пока не стало слишком поздно? Что такое новый рассвет? Вот это верный вопрос. Ну? Скажи, ты готова это выяснить? Конечно. Тогда чего ты ждёшь? Не так быстро, Сайленс. Мы с тобой не договорили. Я сказал достаточно. Если ещё есть вопросы, задавай быстрее. Не трать моё время. И сейчас. Ну... Верениться вопросов. Ты раньше знал, что цивилизацию Предтеч уничтожили боевые машины. Всё на это указывало. Но прежде... Я не знал, что угроза их так велика. Что они перерабатывали биомассу в топливо. Или что Гор мог производить новых роботов. Как ходячий котёл. Но те роботы, что мы видели, захватчики и истребители. Они такого не умеют. Пока не умеют. Не попадало с неповреждённых экземпляров. Так что, кто знает, на что они правда способны. Хватит болтать. Иди уже. О, нет. Я только начала. Ты здорово устроился на моём горбу. Сам не рискуешь, а я рискую всем. Вот сниму с себя эту штуку. И ты будешь слепой и глухой. Так что уж будь добр. Так ты тоже. Хватит. Хорошо. Спрашивай. Насколько я поняла, затмение выполняет приказ. Убить меня хочет Аид. Кто он? Не знаю. Они зовут его погребённой тенью. Какой-то бес. То создание, что со мной говорила. Из-за которого взорвался визор. Это Аид? Это был не человек и не машина. Скорее, призрак. С жутким голосом. Он хочет твоей смерти. Из-за моей связи с Элизабет. Наверняка. Руками затмения Аид хочет воскресить роботов. Но раз Элизабет нашла способ остановить их, может создала оружие, Аид боится, что смогу и я? В тех древних данных, что я нашёл, упоминалось о разработке некого супероружия. Может, чтобы сдержать роботов, пред те, чем пришлось уничтожить свою цивилизацию? Кто ты такой, Сайленс? И чего добиваешься? Тебя так волнуют эти подробности? Я одинокий странник, что покинул племя много лет назад. Исследователь запретных мест, искатель знаний. Всё, как я и сказал. Откуда тебе столько известно о затмении? Мне вообще много о чём известно. Если ты спрашиваешь, не служу ли я им или кому-то другому, нет. Я никому не подчиняюсь. Ты следил за мной через мой визор. Как это возможно? Визоры спускают сигнал, голос, который слышат только другие визоры. Я знаю, как связать эти голоса. Как сделать, чтобы визоры слышали друг друга на больших расстояниях. Какой молодец. На это ушли годы экспериментов. Это похоже на то, как ты подчиняешь себе машины. Я подчиняю визоры. И в визоры затмения можешь заглянуть? Как правило. Только вот вклиниться в их соединение... ...непросто. Есть ли хоть какой-то шанс, что Элизабет Собак до сих пор жива? Маловероятно, но... ...возможно. В древних архивах упоминались методы продления жизненного цикла. Фармакологические. Это слово значит лекарство. Но также были эксперименты с заморозкой и разморозкой людей. Заморозкой и разморозкой? Это называлось Криогеника. У них не получалось. Учитывая выдающийся интеллект Элизабет, нельзя исключать возможность, что она нашла способ обороть смерть. Ну, а это лишь домыслы. Мы тратим время. Так. Давай. Жду, не дождусь. Надеюсь, когда мы встретимся, ты будешь вести себя поведением. Ну, по крайней мере, спуск займет куда меньше времени, чем подъем. Теперь мне надо найти базу командования роботами США. Уииии! Новый уровень. У меня там уже, наверное, можно вкачать что-нибудь. Снегопад заканчивается. Нужно попрыгать, погреться. Попрыгать, погреться. Шикарно. Давайте, значит, у пять навыков. Офигеть. Чувство разновесия, сильная атака. Давай. Вот и закончилось. Ну, давай этот раз. Раз, раз, это самое. Что тут еще? Носители данных. Что я тут? Это что такое? А, все, я поняла. Хорошо. Так, тут вроде все. Вот это понятно. Так, здесь я все забрала? Нет, еще нужно древний сосуд забрать. Древний сосуд. Ладно, но это мы сделаем уже потом, уже в следующих сериях. А ты пока подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, нажимай на колокольчик. Там все уведомления. Спасибо, что стоишь на канале, смотришь мои видосы. А мы встретимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok